Всем доброго времени суток! Меня зовут Натали. Мой сад находится на севере Германии. Земля Нижняя Саксония. У нас умеренный морской климат. Это значит, что зима редко бывает сильными морозами, а лето не жаркое. Большое количество осадков, туманы, отсутствие резких перепадов температур делают нашу местность комфортным местом для произрастания не только зимостойких, но и тепло- и влаголюбивых растений. Сегодня я хотела бы показать вам свой осенний ноябрьский сад и те растения, которые украшают его именно в этот период. Вечно зеленые растения, такие, как, например, вот эта елочка, словно припудренная золотом. Или же падуб астролистный, который всю зиму стоит с красными ягодками. Якуба японская, тоже вечно зеленое растение. А также мешкоцвет украшают наш сад постоянно. И о них я расскажу позже. Но есть в нашем саду сезонные растения. Или же те, которые в этот период приобретают свой бесподобный окрас. Именно о них пойдет сегодня речь. Вот этот курс... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другая субтитры создавал DimaTorzok Другая субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но я хотела бы остановиться именно на сальвии мучнистой Так как именно они чаще всего спрашивают, когда я ее ставлю в видео шортс Покупала я ее в мае небольшим 20-ти сантиметровым кустиком на тот момент уже цветущим Именно цвет сальвии меня заинтересовал Я знаю, что синий всегда хорошо выделяется на фоне зеленого Дает акцентное пятно Я решила купить Сальвия цвела все лето без остановки и цветет по сегодняшний день Высота куста составляет 80 сантиметров Переделывая клумбу мне пришлось ее немножко передвинуть Она тоже это нормально перенесла У сальвии мучнистой много насыщенных сине-фиолетовых стеблей Сизо-зеленые листья растения имеют разную форму Яйцевидно-ланцентные или продолговатые Цветки собраны в небольшие колоссовидные кисти Зона зимостойкости этого растения 8 У нас это многолетнее растение Но в странах с холодными зимами его выращивают как однолетнее но оно того стоит Сальвия мучнистая хорошо смотрится в этом миксбордере Именно она дает здесь не только синий контрастный цвет но и ее стебли всегда в движении колышащиеся при легком ветерке придают живости динамичности этой части моего сада В моем саду преобладаю вечно зеленые растения которые одинаковы 12 месяцев в году и к их внешнему виду привыкаешь и конечно же такой сад нуждается в сезонных цветах здесь возле тисы бересклета японского растет цикламен его белые цветы перекликаются с белой варигатностью бересклета еще одна гейхера канкан это растение одним из последних уходит в спячку его кленовообразными листьями можно долго любоваться темно-малиновая каемочка листьев словно светится на солнце хосты которые здесь в земле уже конечно же совсем теряют свой внешний вид в этом уголке цветет сейчас тоже белый цикламен но если посмотреть насколько красивы декоративны его листья то мне кажется они могут конкурировать с его же цветами здесь же радует глаз еще два растения шиком которых являются их листья это медуница и брунера обе ценятся скорее своими листьями нежели цветением обе цветут медуница весной брунера летом моя и до сих пор выпускает стрелки цветов рядом находится куст лаванды лаванда у нас всегда в таком виде медуница медуница и брунера те невыносливые растения поэтому растут у меня под кроной падуба вот попытка ноябрьского цветения брунеры посмотрите на эти чудо листья крупные словно покрытые серебром она одной из первых просыпается весной и до последнего украшает сад своим неповторимым присутствием украшает из-за раппорта и в цифровой поиск украшу в в м украшает недовременно Продолжение следует... 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 Белые соцветия стали розовыми, а некоторые, которые были вначале розовыми, как вот этот цветок, стал темно-малиновым. А когда придет время и листья опадут, то в этом участке сада будет солировать камелия. А пока она стоит на бутонах, готовится цвести. На клумбе перед домом продолжает радовать меня еще и рис варигатный, привезенный весной из моей родины. Вначале я посадила его в месте, где ему не очень нравилось, и он не рос. Затем я его перенесла сюда, и, как видите, ему здесь понравилось. Он прижился и начал даже разрастаться. Позади него, посмотрите, каким костром, ордово-белым, бушует вереск. Вот как без него? Никак. В это время он одно из украшений сада. Это вечность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И приятно провели время. Вот видите, еще и роза цветет. А я желаю вам красивых садов, вдохновения и, конечно же, мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok